к сожалению блинного торта нету ну возьмем такой хороший мы в прошлый раз когда приезжали перед новым годом и там немножко денег удалось перевести наталья она говорила как здорово мы пошли купили торт а мы торт никогда не покупаем многодетным ну как бы это излишки роскошь как я считаю они сами не могут купить но вот в этот раз мы это упущение на масленицу исправим еще возьмем сырки так это рваная а это нирвана я наверх их поставим одно им конечно мало на такую оралу мы возьмем парочку выручалочку вот так это реальное кино обо всем и сегодня у нас одна семья многодетной наташи которая живет с пятью детьми у у которой есть свои трудности и проблемы и помогать им помощи им ждать ниоткуда замечательный светлый человек который всегда все хорошо на самом деле вот я сейчас позвонил грн вашу будете дома я заеду она когда у меня сейчас встречу с приставами но вот через час я приеду то есть есть проблема которых она не плачется не говорит а мы пытаемся помогать едой насколько это возможно зачем я это делаю чтобы деньги не кончались быть богатым счастливым за здоровым толстым шучу дело в том что наша вера православная она многие говорят что неправильно вот но даже кто христиане они говорят другие христиане играть вот вы каждый раз каетесь а потом снова грешите ну а типа они покаялись и все и они стали святы ходят святые такие по улицам свет истощает фонари не надо ночью включать а вам не кажется друзья кто так говорил что вы заблуждаетесь что на самом деле вот эти вот я очень уважительно отношусь и к староверам там и как ко всем другим христианам и даже и к мусульманам положительно потому что они следуют за богом следует вот но хочу сказать что не бывает людей безгрешных на земле не бывает так уж ты покаялся а корень греха бесов тебе сам собой не бывает то есть все равно ты продолжаешь грешить так или иначе и мало меняешься за жизнь если только с помощью таинств и в какие-то переломные моменты богу мне кажется важно не святость людей на земле вот они просветились и ходят святые мне кажется мы это противно и по мытарю и фарисею мы видим что возможно я прав я сейчас рассказываю только свои мысли ничего не проповедую никому как я это вижу рассказываю другие могут видеть по-другому а истина может не такой вот мне кажется что богу важно когда человек раскаивается в душе святофора нет святофора нет всего в разлуке нас очень хорошо так вот человеку важно когда богу важно что когда человек имеет сокрушенное сердце раскаивается и обращается к богу они когда он счел себя святым после каких-то определенных действий дальше ходит весь святой до невозможности вот когда человек находится в зоде того что он понимает свою греховность то он не знает что с ней делать потому что бесы зла и привязанности они сильнее человека через какое-то время возможно бог его избавит но вот это все прорастает его душе и что же ему бедному делать если он покаялся потом снова будет грешить но я считаю что бедному делать добро мы же каждый можем сделать добро ближнему если даже не можем вести продукты то можем доброе слово какое-то сказать можем молиться за него перестать конец завидовать чего завидовать нет поэтому я и пытаюсь сделать какие-то добрые дела чтобы потом мне и вам кто помогает мне через это может быть как-то получится хоть чуть-чуть на какой-то маленький грех оправдаться жить может быть не на самом жарком этаже и на самом который протекает а какой-нибудь чуть-чуть получше ну не самым лучшим возможно потому что ну где святость то наше фух ну в общем делаем что можем и получаем от этого радость вообще на самом деле сам большой кайф это видеть радость в глазах людей которым ты сделал добро но вот поверьте мне не себе получить добро хотя тоже на кайф а видеть радость в глазах другого человека ты ему сделал и он радуется мне кажется сам большой кайф сегодня масличные недели и мы везем не постные потому что эти семьи не постятся не постятся они потому что они так в критическом положении находятся что бог послал они используют это в принципе нормально человек который находится в критических обстоятельствах так поститься тем самым ограничивает себя во всем бог его ограничивает сам себя поэтому они не постятся и мы не будем выскаживать нет мы вам только рыбу мясо не будем возить вот когда я на 8 марта выпустил ролик в котором я сказал что я считаю что нет ничего зазорного сказать женщинам добрые слова в этот день мне написали несколько гневных комментариев я их удалил если бы вы знали это праздник нью-йоркских проституток они вышли там я даже не стал читать я даже знать не хочу в каждый день кого-нибудь убили и кто-нибудь сделал что-нибудь непотребное но я знаю другое что сказать доброе можно в любой день вот мне почему-то так кажется и когда мы выражаем женщинам благодарность за их усердие милосердие за их добрые слова за их крайнее смирение которое мне восхищает до слез некоторые сообщения крайне смирение люди примите ради христа там да вы мне так добро делаете что помогаете каналу еще такие слова пишите светлана в частности я уже говорил другие все люди которые помогают я сейчас могу не назвать всех но все они в моей душе поэтому друзья я уже рассказывал эту идею вот они побились а как же они так смотри хорошо что нам не в этот въезд я уже рассказывал когда вот это все начиналось пора закручивания гаек эпопея я как бы мысленно спросил бога ну как же так это же несправедливо когда людям так закручивают гайки на что получил ответ власти будут становиться более злыми для того чтобы люди становились более добрыми друг другу они смотрели как страдают люди друг другу начин начали друг друга жилете помогать так вот я пытаюсь это делать своей немощной злобной жадной рукой с вашей сильной милосердной помощью сейчас едем к наташи здравствуйте налегке спасибо и вас вот вам партик к празднику не нашли из длины не нашли как и себе берем масленики твои масленики масленики солоджи так вот держите тяжелые ну может ты на лавочку составишь вот это тоже тяжелые вот это фрукты ты дык это вещи наши очень хорошие один раз ребенок наделал может быть кому-то пригодится раз я просто хочу показать я против всегда вещей ношенных детям но они новые абсолютно вот просто взяли они сразу может кому-то вам подойдет а если подойдет кому-то вот тоже взяли пол сезона она проходила абсолютно может они на нем вот может быть да смотрите а то у нас да, яши в проблемах я хотел как раз это купить а то в судаット вот это тоже он ну вы поставьте пожалуйста пусть даже если вам не хватит сделать пару слов, кто вы сейчас спрошусь пастих да я не знаю на слово в воздухе как с секции-то ребята ходят конечно то есть не зря спорт конечно ну слава богу слава богу но только ленится да все ленится потому что он ленится но ходит так это я не хотел ходить лениться выходил они мне говорят мы хотим ходить не дай бог вот я весь разговор с наташи не стал ставить потому что там много личного машина у нее поломалась там на сотню тысячи двигателей подвеска на машина китайской мудрено что она поломалась но и без машины тоже никак когда ты в поселке живешь в пригороде без машины просто никак невозможно поэтому я ее понимаю ее сложности там проблемы с бывшим мужем ничего не платит элементы судебные приставы потеряли документы в общем там своя канитель тоже не знаю попал я под камеру или нет возможно попал а так вот всех благодарю за вашу помощь каналу это очень важно вы все в моем сердце имена ваши называю богу а чьи имена не знаю но их знает бог и молюсь чтобы он воздал свои недостойные молитвы чтобы он воздал все много больше все будет хорошо скоро мы поедем на я надеюсь все будет хорошо к другой семье возможно этой неделе даже невозможно сто процентов должны на этой неделе туда съездить до начала великого поста вот их хотел сказать что нельзя других людей получать как надо поститься молиться и верить это выглядит омерзительно в следующей жизни мы окажемся среди тех людей которым мы соответствуем я еще не хочу оказаться с теми кто осуждает получает учит как поститься я как пащусь важно я такую историю читал что мать 1 постилась а дети неверующие были в штыке а потом одна дочь присмотрелась мама счет и вот это внешне сегодня постный день и она тоже присмотрелся и к ее примеру и начала тоже соблюдать вот эти постные дни ей стало интересно и она это сделал по доброй воле поэтому а отвратительно и омерзительно выглядит когда начинает получать как надо верить что можно отмечать что нельзя ты сам отмечает или не отмечает что можно что нельзя а учить других людей это во первых бесполезно бесполезно вы верьте как я верю поверьте неправильно только я правильно во первых это бесполезно во вторых это отвратительно просто со стороны и такие люди в следующей жизни по моему разумению возможно неправильно окажутся среди тех которые поучают, которые так же поступают, которые пытаются навязать как надо верить вместо того, чтобы изображать пример веры самому являть собой пример веры самому. Всем добра и благополучия все будет хорошо все испытания не навсегда до встречи в следующих видео очень скоро